Долг платежом красен. Сотрудники службы судебных приставов и представители управляющей компании провели рейд по взысканию задолженности по коммунальным платежам. Как отреагировали злостные неплательщики? Все подробности в репортаже. Судебные приставы на пороге – закономерный итог неуплаты долгов. В этой квартире по улице Межжевая прописаны 4 человека, и никто из них не считает нужным платить за коммунальные услуги. Сумма – почти полмиллиона. После недолгих препирательств должник понимает, что конфискации не избежать. Я буду вынуждена сейчас у вас имущество обеспечить. Какое? Стиральную машину, микроволновку, телефон, мы все заберем. То, что могут конфисковать приставы, не покроет даже сотой доли долговой суммы. В присутствии должника и понятых из этой квартиры могут забрать только старенькую микроволновую печь и стиральную машинку. Вы оплатите определенную сумму, я вам скажу. Да что платить-то? Их не заберут? Это тысячелетняя вообще, посмотрите, вы внушли, посмотрите, она вся облета. Я вам оставлю измещение. Старую бытовую технику отправили на хранение в управляющую компанию, откуда можно будет забрать имущество после оплаты долга. Ну пока ничего не забирайте, заплатим мы за оплату. Я к вам прихожу не первый раз. Не такие суммы. Навещать должников представителям управляющих компаний с приставами приходится часто и идти на крайние меры, когда предупреждение не действует – описывать имущество. Суммы у жильцов большие – от 400 тысяч до полутора миллиона. Дочь у вас работает. Второй день работает. Ну какая разница? Я вас завтра жду, либо вас, либо вашу дочь. Подобные рейды проводятся регулярно, так как сумма общего долга перед управляющей компанией, которая приняла участие в рейде, свыше 100 миллионов рублей. Одним должникам выносят предупреждение о возможных санкциях, другим – жесткие решения с конфискацией имущества, арест банковских счетов и запреты на сделки с имуществом. Приставы советуют не копить долги, их все равно нужно будет погасить, несмотря на суммы.